Для Алексея Сутягина это голосование на выборах особенное. Обычно он ходит на свой избирательный участок, но в этом году в дни выборов оказался на больничной койке. Но даже в этой непростой ситуации свой гражданский долг выполнил. Алексей говорит, поправить здоровье – дело врачей. Для пациента важен настрой – позитивный и боевой. Проголосовал я и заодно лечусь в этой больнице. То есть двойная выгода, будем так говорить. С Богом, как говорится. Ровно в 8 часов утра избирательный участок Самарской клинической больницы имени Пирогова распахнул двери для пациентов. Здесь они могут отдать голос за кандидата на пост губернатора Самарской области. Третий день выборов, который проходит у нас в Самарской области, он у нас единый, один. Выделенный для голосования больных, лежащих в стационаре, проходит в штатном режиме. На данный момент проголосовало 60%. Понимание среди пациентов очень такое значительное, большое. Все относятся к своему гражданскому долгу, в общем-то, ответственные. Голосование проходит строго по спискам. Предварительно все пациенты заполнили специальное заявление. Организацию работы на участке проконтролировал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Тут все так, как доктор прописал. Правила и нормы соблюдаются. На наших глазах идет голосование пациентов, причем это разного возраста наши товарищи. И мы видим, как проголосовав, у них появляется здоровый румянец на щеках, что говорит о том, что люди, несмотря на нахождение на больничной койке, испытывают желание формировать завтрашний день. И это, по-моему, является такой вот нашей отличительной самарской чертой. Этот участок временный. И для такого статуса очень все хорошо сделано. Места в соответствии с действующими инструкциями определены и для комиссии, и для голосующих условий созданы, и даже для наблюдателя. И я считаю, что комиссия выполняет свою функцию очень достойно. Комфорт превыше всего. Для лежачих пациентов и тех, кому трудно передвигаться, организована переносная урна. К нам вернулась переносная урна, которая пришла, у нас заполнена бюллетенями, и все. Мы опечатываем ее, сейчас закрываем, опечатываем. Мы были в 20-21 отделении, это роддома, в ожоговом отделении, и гнойное отделение 17, это хирургическое. Все пациенты голосовали, все на местах были, в палатах с паспортами. Избирательный участок на территории больницы продолжит свою работу до 20 часов. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Ксения Баканова, Григорий Плешаков.